Молдавское общество последние годы тоже очень сильно разделено. Одна часть поддерживает политика прозападного толка Майю Санду, другая – действующего президента Игоря Дадона, у которого давние и крепкие связи с Россией. Дадон и Санду прошли во второй тур президентских выборов, который состоится уже в следующее воскресенье. Пока же оппоненты упражняются в остроумии. Из Кишинева наш корреспондент Ирина Пивоварова. За время предвыборной кампании Майя Санду и Игорь Дадон обмениваются колкостями только заочно. Во время интервью, публичных выступлений. Вот только методы у кандидатов разные. Кто-то критикует политическую программу, кто-то переходит на личности. За весь этот период мы разблокировали рынки как Востока, так и Запада. Это хорошо для экономических агентов. А что делает Майя Санду? Она называет Россию агрессором, врагом Республики Молдова. Как она собирается вести переговоры с теми, кого называют агрессорами и тиранами? Один раненый голубь вышел к прессе и начал петь жалобные песни. Игорь Дадон, который понял, что проигрывает выборы, тот, который уже проиграл первый тур, чувствует, как земля уходит из-под его ног. На предвыборном фронте все средства хороши. В ход идет даже модный сегодня тикток. Еще перед выборами Игорь Дадон рассказал, что старушка из села Итулия нагадала ему на куриных яйцах победу в первом туре. В ответ Майя Санду выпустила вот этот ролик. Надпись на видео гласит, чего вы хотите 15 ноября. Омлет или скроп – это национальное блюдо, которое тоже делают из яиц. Это не парикмахер и не повар. Повторюсь, хотя сегодня пыталась играться с яйцами, видно, что давно их не держала в руках. Омлет что-то хотела делать там и так далее. Я, кстати, позавчера делал супруге и детям. Супер, если хочет, я ее научу. Опередить Дадона в первом туре Санду помогла диаспора из Западной Европы. На этих выборах явка там была в два раза больше обычного. А диаспора из России поддержала мэра Бельцерина Ата Усатова. Он занял третье место в президентской гонке. На чью сторону станет его избиратель – главная интрига второго тура. Дадон и Усатый намного ближе. Но между ними есть психологическая стена, раздор. Для электората Усатого проголосовать за Майя Санду намного сложнее. Но отношения между Усатым и Майей Сандой теплее, они лучше. Избиратели Рената Усатого тяготеют к России. А он построил кампанию на критике Дадона. После оглашения результатов Усатый встретился с Майей Санду. Она мне заявила, что выступает за досрочные парламентские выборы. Но я не услышал, как они могут быть организованы. И самое главное, как может быть распущен парламент. Это самый грязный состав в истории Молдовы. Распустить парламент по собственной воле глава государства не может по Конституции. Для этого есть только две причины. Парламент не должен в течение трех месяцев принимать законы. То есть пассивность парламента. И второе условие – это не утверждение правительства с двух попыток. То, что обычно занимает примерно около 45 дней. Парламентское большинство, которое вправе отправить правительство в отставку, сейчас на стороне действующего президента. В конце недели Рената Усатый призвал сторонников проголосовать против Игоря Дадона. Но и Майю Санду открыто он так и не поддержал. Зато оба кандидата продолжили обмен репликами. Не верьте тому, что говорит Игорь Дадон и его компашка в эти дни. Я понимаю, что многие из вас скептически смотрят на нас, на меня. Понимаю, что вы голосуете, исходя из геополитики. И думаете, что если выберете Майю Санду, она создаст Европу у нас дома. Не будет никакой Европы. У нее нет такой возможности. Нет поддержки в парламенте. Нет способности изменить ситуацию к лучшему. Идею досрочных парламентских выборов поддерживает и действующий президент Игорь Дадон. На следующей неделе он обнародует схему, по которой депутатов можно отправить в отставку. Естественно, в случае его победы во втором туре. Ирина Пивоварова, Александр Борейко, Сергей Бузовский. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова